Примерно 40% всей военной промышленности Советского Союза было в Украине. 40%. Потому что мы же знаем, какие годы были. Да, это огромный потенциал. Теперь смотрите. В мире, если вы посмотрите по рейтингу вооружений, многие изделия, это самолеты, в том числе истребители, танковые изделия и так далее, они остаются в рейтинге на протяжении 30-40 лет. То есть то, что это было 30 лет назад, не значит, что плохо. Слушай, конечно, это же техника долго служит. Это долго служит, раз. Во-вторых, она постоянно модернизируется. Теперь, говоря, возвращаясь к Украине, почему я говорю, почему я эту цифру привел? Потому что это говорит о том, что у нас потенциал этот сохранился в виде конструкторской документации. А про потенциал я просто скажу одну цифру. У нас вот из всей нашей номенклатуры продукции примерно 30% мы продаем в Украину, 70% мы продаем за рубеж. Теперь вы прекрасно можете представить себе уровень конкуренции на внешних рынках вооружений, где заключены все спецслужбы, все органы, причем лоббируются на уровне государства. А какие страны мы продаем? Мы продаем, ну это понятно, это Ближний Восток. Я не могу называть страны, потому что это закрытая история. Но понятное дело, что мы продаем в те страны, где есть конфликты. Это очевидная история. Или те страны, которые готовятся к конфликтам, или страны, которые находятся на напряженных отношениях с соседями. Но у нас огромный, например, потенциал по ремонту. Вся советская техника, которая остается на всех этих странах, она требует ремонтализации, модернизации и так далее. А теперь скажите, вы теперь понимаете, с кем мы выходим на этих рынках? Это Российская Федерация в первую очередь. И тем не менее, еще раз, мы 70% продаем и ремонтов, и техники. Теперь возвращаясь уже в новейшую историю. Самой перспективной и самой богатой, я считаю, самой потенциалообразующей для нашей компании является высокоточное вооружение. Это ракеты и боеприпасы. Так вот, в мире существует 6 стран, которые могут производить полноценно, самостоятельно, в полном цикле, ракетные комплексы, например, крылатых ракет. Мы одна из этих стран. Об этом мало кто знает. Но это правда. То, что сделал Коростылев, который в этом году заслужил звание героя, абсолютно заслужено. Мы его подавали еще в январе. Это великая работа. Да, она была возможна в силу того, что, еще раз подчеркну, политически была поддержка, финансовая была поддержка, но и это случилось. Это сделали наши ребята, это наши инженера. Да, я не говорю, что это закрывает вопросы на коррупцию и там неэффективность, но это тоже результат. И мы продаем эти ракеты, и мы будем их продавать. Сейчас это огромный рынок, который сейчас развивается, и мы будем туда двигаться. Дальше, в обороне техники. Мы продолжаем продавать, и в том числе действующие наши БТРы продаем, продолжаем продавать. Я надеюсь, что в этом году у нас уже будет развязан вопрос с оплотом. Это наше самое большое достижение в бронетанковой сфере. Один из лучших танков в мире, кстати, оплот. И я надеюсь, что сейчас поставлены задачи, чтобы пустить в серийное производство эти танки. У нас большая проблема в чем? Мы были сильно зависимы от российской продукции, импортозамещения, которые нужно делать. Сейчас есть по всем номенклатурам, есть программы импортозамещения, есть конкретные сроки, когда мы закончим это импортозамещение, и они будут полностью украинского производства. Министерство обороны сейчас не принимает технику, вооружение, в которых есть российские запчасти. За что это, конечно, большой стимул для нас. И опять же, об этом мало кто знает. Но это же надо сказать спасибо, что, понимая эту историю, понимая все сложности, и наши инженера, и военные, и военная приемка, и конструктора, они работают над тем, чтобы эта техника стала абсолютно украинцей. Продолжение следует...